Книги и жидкое стекло, печенье и различное промышленное и медицинское оборудование. 79 проектов на общую сумму почти 350 миллиардов тенге реализовано в рамках карты индустриализации в Южном Казахстане. Сегодня все эти предприятия представили на выставке-ярмарке свою продукцию. Я очень рад, что у нас такие производства сейчас начали выпускать такие вещи. То, что тенгенские, побольше, чтобы расширились. От лопаты до канала-копателя выпускает сегодня Южно-Казахстанский машиностроительный завод. Это предприятие, на котором в советские времена работало более 4000 человек, чуть не повторило судьбу фосфорного завода. Но государственная поддержка помогла предприятию подняться на ноги. На сегодняшний день, благодаря государственной программе индустриализации, мы выпускаем 78 видов продукции и реализуем ее во многих странах бывшего Союза. Мы не только восстанавливаем работу старых цехов, но и открываем новое производство. Например, полимерный цех. Пока на предприятии работает 171 человек, но, думаю, со временем штат будет расширяться. Если бы еще государственный заказ был на нашу продукцию, мы бы еще быстрее вышли на производственную мощность. Чтобы помочь производителям с реализацией, на ярмарке были подписаны несколько меморандумов. В том числе договоренность между городским акиматом и предприятием Ордобасы Куз о поставке индюшатин на городские рынки по фиксированным ценам. Ирина Притула, Николай Иванов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании Отерар.